Генпрокуратура потребовала конфисковать почти 100 гектаров земли в Барвихе, а ведомство считает ее приватизацию в начале 2000-х незаконной. Среди ответчиков несколько миллиардеров, а вся спорная территория оценивается в 3 миллиарда долларов или почти в 300 миллиардов рублей. Каковы перспективы этого иска? Генпрокуратуру хочет конфисковать 100 гектаров земли в Барвихе, среди ответчиков крупные бизнесмены, а к осмотрению дела привлечены в том числе управление делами президента и Минфин. Ранее той территория принадлежала клиническому санаторию для госслужащих, в начале 2000-х была приватизирована, поделена на участки и продана частным лицам. Претензии у надзорного органа возникли как раз к тому, как проходил этот процесс. Иван Медведев подробнее. Теоретически земель могут лишиться 6 миллиардеров, двое из которых попадали в списки Forbes. Ответчиками по делу указаны как минимум полные тезки бывшего владельца Уралхима Дмитрия Мазепина, супруги ресторатора Аркадия Новикова Надежды Адвокатовой, матери сооснователя Меркури Леонида Струнина Зои Струниной и так далее. Земли, которые теперь принадлежат вышеперечисленным лицам и, видимо, не только им, ранее относились к санаторию Барвиха. Комплекс был построен в 30-х годах прошлого века вблизи усадьбы Мейндорф. В советский период в санатории лечились и отдыхали Михаил Булгаков, Сергей Королев, Юрий Гагарин и высокопоставленные госслужащие. Некоторое время в замке Мейндорф на территории санатория жил и работал Владимир Ленин. В 2001 году там заложили закрытый поселок Сады Мейндорф, а знаменитый замок от территории бывшего санатория отделили забором. Как пишет Forbes, по версии Генпрокуратуры, землю в начале 2000-х присвоила ООО «Кантри Про», ликвидированное в 2009 году. При этом защита новых владельцев участков утверждает, что земли переданы им законно взамен на реставрацию и реконструкцию замка Мейндорф и постройку некого гособъекта. Замок 20 с лишним лет назад действительно реставрировали, подтверждает заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. Состояние в целом было удовлетворительное. В 2000 году произошла реставрация этого здания, и оно приобрело новый статус как официальная резиденция, в том числе для мероприятий главы государства. Насколько мне известно, каких-то нареканий со стороны реставраторов не было. Замок принадлежит управделами президента и является одной из официальных резиденций, где глава государства проводит встречи с зарубежными коллегами, руководителями фракции Госдумы и так далее. По словам юристов, опрошенных «Бизнес.ФМ», в случае с территорией бывшего санатория Барвиха, генпрокуратура могла найти законные основания для обхода истекших сроков исковой давности для изъятия земель. А юрист Александр Трещев обращает внимание на то, что в этой истории пока нет претензий уголовного характера. Здесь подключилась генпрокуратура. Я не помню ни одного случая. За последнее время она не так давно стала подавать иски с тем, чтобы изъять и вернуть в законное владение надлежащему собственнику. Я не помню, чтобы кому-то удалось через суд добиться и оспорить эти иски и сделки. А тогда, когда люди подавали и пытались это оспорить, тут же возбуждались уголовные дела. Поэтому посмотрим, все собственники, известные люди, обеспеченные. Не думаю, что им захочется спорить с генеральной прокуратурой с тем, чтобы, не дай бог, накликать на себя какие-то уголовные дела. К слову, совсем недавно суд уже постановил взыскать в доход государства 1,3 миллиарда рублей с бывших чиновников управделами президента, их родственников и четырех компаний-застройщиков жилого комплекса в долине реки Сетунь. И эти кейсы во многом схожи. В обоих случаях претензии связаны с незаконной передачей прав собственности. И ни там, ни там уголовных дел не было. Как минимум пока. Разница, возможно, заключается в том, кому именно предъявлены претензии. В случае с ЖК на Старовалынской улице в Москве компенсации убытков государство требовало именно с тех, кто участвовал в схеме по переуступке прав собственности и строительстве элитного жилья. В случае с Барвихой, опять же, возможно, деталей пока никто не знает. Претензии могут касаться и тех, кто купил спорные, как теперь выяснилось, участки позднее. То есть тех, кто по идее является добросовестным приобретателем. Однако теоретически прокуратура может заподозрить нынешних собственников в том, что они знали, что покупают участки с сомнительным юридическим прошлым. И тогда, как минимум, лишиться земли смогут и они. Но это пока лишь предположение. В суде прошло только предварительное заседание. Следующее слушание состоится 25 апреля.